Здравствуйте! Я Саша Рыбакова. Сейчас вы познакомитесь с правдивой историей об одной канадской девушки Кэрон. Хотя это и рассказ об одной женщине, ее история похожа на историю многих других. Еще в детстве отношения семьи Кэрон причинили ей душевную боль, и это лишило ее чувства собственного достоинства и уважения. Кэрон потеряла веру в себя и в других. Из-за этой боли она пыталась убежать от той реальности, в которой жила, в мир наркотиков и преступности. Жизнь Кэрон становилась все хуже и хуже. В фильме невозможно передать всю ее боль, но мы знаем, что жизнь Кэрон была невыносимой и безысходной. И только когда она решила открыть свое сердце Христу и принять его прощение, она смогла простить себя, свою семью и других, и найти мир в душе. Вскоре Кэрон смогла быть полезной другим. Более десяти лет Кэрон работала консультантом, помогая наркоманам и алкоголикам сделать свои первые шаги на пути к освобождению от их зависимости. Сейчас она работает в поместной церкви, ведя программу под названием «Путь к миру», благодаря которой многие находят истинное внутреннее исцеление и свободу. Целиком историю Кэрон вы можете прочитать в книге «Выход есть». Пожалуйста, попросите копию этой книги. Прочитайте ее. В ней вы также найдете реальные истории других украинских и канадских женщин. Все эти женщины сидели в тюрьме. Некоторые из них даже совершили убийство. А теперь они рассказывают вам, как они нашли глубокий покой и смысл жизни благодаря Иисусу. Да, выход есть из вашего внутреннего рабства, позволяющий вам найти мир и смысл жизни даже в тюрьме. Кто-то мог бы сказать, еще с детства было видно, какими потерянными эти женщины станут в будущем. Но у них просто такая судьба. Но с Богом это не так. Он с любовью обращает внимание на каждую душу. Если мы сами согласны, он ломает этот замкнутый круг тьмы, проклятий. И мы начинаем жить полной жизнью. Жизнью без сожалений. Есть выход. Я вас люблю. Любовью Христа. А сейчас история Керен. Меня зовут Керен. Мне 33 года. Я сбежала из дома, когда мне было 15 лет. Я Керен. Мне 7 лет. Мама сказала, что ненавидит меня и жалеет, что не родила сына. Я живу в одиночестве и отвержении. А я просто хочу быть желанной и любимой. Я была ненужной. Меня зовут Керен. Мне 17 лет. Прежде чем мне исполнится 33 года, я сделаю 9 абортов. Стану наркоманкой и алкоголичкой. Буду заниматься проституцией и чтобы платить за наркотики. Я Керен. Мне 10 лет. Я просто хочу быть любимой и желанной. Но мужчины будут пользоваться мной и бросать меня. А я буду пользоваться ими и бросать их. Моя жизнь выйдет из-под контроля. Я совершенно потерянный человек. Первый раз я попала в тюрьму, когда мне было 33 года. Меня обвинили в занятии проституцией. Я предложила свои услуги переодетому полицейскому. Они заставили меня подписать повестку в суд, но я, как обычно, была под кайфом и в суд не явилась. За неявку меня арестовали по обвинению в проституции. Помню, когда я входила в тюрьму, мне было очень страшно. Я знала многих женщин, находящихся там. Но все, о чем я могла думать, это что же я сделала со своей жизнью? Я давно поняла, что любовь ко мне зависит от моих поступков. Я стала зависимой от наркотиков и пила алкоголь. Я старалась заглушить боль и одиночество внутри. Но такой способ не работал. И все становилось только намного хуже. После первого ареста на протяжении нескольких лет я снова и снова попадала в тюрьму. Моя семья сказала, что я позор для них и что мне следует отобрать детей. Да, верно. У меня была дочь и маленький сэн Бенджамин. Когда родился Бенджамин, он весил 8 фунтов и 3 унции. Я употребляла кокаин каждый день и ни разу не посетила женскую консультацию. Я продавала свое тело, чтобы купить наркотики. Бенджи родился абсолютно здоровым ребенком. Без каких-либо симптомов наркозависимости. Это было чудо. Но в то время я не верила в чудеса. Был день матери 96-го года. Мне было 34 года. И подруга привела мою дочь Майю повидать меня. Никогда в жизни мне не было еще так больно, как при виде этой малышки. Этой семилетней малышки по другую сторону стекла. Мы приложили наши руки друг к другу через стекло и плакали, и плакали. Она сделала для меня открытку, но ей не позволили ее передать. И я думала, что мое сердце разорвется. Мамочка, почему мне нельзя тебя потрогать? Я умоляла подругу внести за меня залог. Она ответила нет. У тебя было много шансов, но каждый раз ты возвращалась к наркотикам. Может быть, на этот раз ты наконец поймешь и начнешь как-то решать свою проблему. к сожалению, это не помогло мне измениться. Мамочка, мамочка, прости. После девяти дней в тюрьме меня отпустили. И я сразу же пошла и купила кокаин. Я была наркоманкой и вела двойную жизнь. Одну с наркоманами, а другую с друзьями и родственниками. Моя дочь. Моя дочь была заброшена. Я часами не выходила из своей комнаты, а она смотрела телевизор. По нескольку дней проводилась с няней. Служба по защите детей пришла, но я и тут выпуталась. Начала программу «12 шагов», пошла учиться в колледж, закончила с отличием. Я даже работала на государственной работе, консультировала женщин с разными проблемами зависимости. Но все же в конце дня я была тем, кем я была. Я не могла помочь себе. У меня было много рецидивов. Да, я сделала много того, о чем мне стыдно. Я долго была потерянной. Когда я впервые оказалась на богослужении, то через несколько минут я вдруг начала безудержно рыдать, а люди вокруг меня поднимали руки и пели песни об Иисусе. Позже я узнала, что это прославление. Я продолжала ходить в церковь, и когда окончила шестинедельная программа моего лечения, я стала учить Библию. Можно сказать, что это было начало моих отношений с Иисусом. Я никогда не чувствовала себя такой любимой. Я знала, что именно это мне и нужно. Я слушала о прощении, и как любящий Бог может очистить меня от грязи и даже венерических болезней, и что я могу родиться заново. Впервые в жизни у меня появилась надежда на будущее. Я прошла через три с половиной года рецидивов. Почти потеряла мою работу, моих детей, мой дом, мое достоинство и самоуважение, прежде чем я наконец стала послушной Богу. Я Кэрин. Мне 52 года. Даже после этого я провела с одной женщиной три дня, продолжая употреблять наркотики. Беспрерывно. Когда наркотик закончился, я дала этой женщине мою банковскую карточку, чтобы купить еще. Она подняла стул, чтобы ударить меня, а я толкнула ее. Мы обе упали. Я почувствовала боль в груди. Я не могла дышать. Начала задыхаться. У меня был приступ паники. Я согнулась, безудержно рыдая, и подумала, что у меня случится инфаркт. И тогда, будто что-то темное накрыло меня. Это было очень страшно. И тут я увидела Иисуса на кресте и осознала впервые, как сильно он претерпел за мои грехи. И в этот момент вся тяжесть ушла. И вместо боли я почувствовала неописуемую радость и мир. Я выбежала из квартиры. Это был последний раз, когда я пользовала наркотики и алкоголь. И днями я думала о том, что пережила. Раньше я хотела умереть, а это видение было таким реальным. Я увидела и поняла, что Иисус пострадал и умер за мой грех. Я начала ходить в собрания анонимных кокаинщиков. Я и раньше здесь бывала, но не хотела пройти программу «12 шагов». Я встретила людей, которые могли мне помочь и выбрала своим спонсором женщину, которая уже 15 лет была свободна от алкоголя и наркотиков. Она провела меня через 12 шагов. И я признала свою зависимость от кокаина и то, что мне нужна высшая сила. Она сказала мне, что я буду всегда зависимой и что мое представление о жизни извращено. Также она сказала, что это нерелигиозная программа и что высшая сила в этой программе это то, как я ее понимаю. Хотя я и знала, что Иисус моя высшая сила, но немногие это признавали, включая моего спонсора. Я знала, что только Иисус может помочь мне. Я все еще не починила мою жизнь и волю Иисусу полностью. Я боялась. Я не осознавала, что Иисус может быть всем, что мне нужно, как говорит Библия. Я все еще хотела, чтобы кто-то любил меня. Кто был бы влюблен в меня? Кто бы держал меня крепко в своих объятиях? Я начала освобождаться от наркотиков и алкоголя благодаря этим собраниям. Но я все еще была несвободна от постоянной потребности, самоутверждений и более того, от плотного покрывала стыда и чувства вины. Я перестала посещать собрания анонимных кокаинщиков. Поблагодарила моего спонсора за все, что она сделала для меня и сказала ей, что я нашла христианскую группу, которая также использовала «12 шагов». Я начала посещать группу пастора Герри, которая называлась «Путь к миру» и работать над дневником «12 шагов» «Духовное путешествие». Это были те самые 12 шагов, которые использовали анонимные алкоголики и наркоманы. Только эти были основаны на Священном Писании. Еще никогда я не была так уверена, что это мой путь к освобождению. Я обменяла мою зависимость на Иисуса. Никогда в своей жизни я еще не испытывала такой радости, понимания и мира. Это то, что я искала все это время. Бог такой реальный, я была духовно опустошена. когда пришла в эту программу. И эта пустота и желания, которые я постоянно испытывала, наконец, были наполнены. Эта пустота может быть наполнена только Иисусом Христом. Никакой человек, только Иисус Христос, мог наполнить мою пустоту. Академия, все начало меняться. Мое поведение, мои отношения, то, как я общалась. Я была такой потерянной. А Иисус нашел меня. Он дал мне венец вместо пепла. Его любовь продолжает меня изменять. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя и истины нет нас если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующим него не погиб но имел жизнь вечную ибо не послал боксы на своего в мир чтобы судить мир но чтобы мир спасен был через него и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok